Всем привет дорогие друзья! С вами снова Клонди Блейз и сегодня в этом видео я вам хочу показать и сделать некое сравнение всех моих вот таких вот больших крейсеров из Лего Звездные Войны. Вот тут у нас их 5 штук находятся, 2 из которых принадлежат республике, 1 сепаратистам, империи и повстанцам. Вот такие вот крейсера, они по своей сути как велики похожи и по масштабу, вот и я думаю по количеству деталей. Вот выпускались они, вот этот Винатор в 2009 году, республиканские фрегаты в 2010, то ли 2011 году, злорадство в 2012, звездный разрушитель в 2006 и вот этот вот Танкев-4 по-моему то ли в 2019, то ли в 2020 году. Ну то есть он самый новый из всех. Вот ну и в принципе давайте начнем по порядку с Винатора, как по мне я сразу скажу он наверное самый такой универсальный. Вот ну и давайте на него взглянем, я сравнивать сразу скажу будут только сами конструкции, то есть мини фигурки не особо будут учитываться, я их даже с собой сюда не взял. Вот ну и давайте посмотрим на Винатор, вот для начала внешний вид, он очень красивый, вообще как сам крейсер в звездных войнах, так и его лего интерпретация. Вот конечно многие, ну как многие, некоторые жаловались, что у него вот тут слишком такая высокая часть, и она вот тут по сути должна идти вот так вот ровно, но она идет под углом, но как бы что вы хотите, у него там функция специальная. Вот, потому что тут фигурки ставятся, иначе их сюда никак не поставить было, так что как по мне, ну не особо большая проблема. Вот что касается опять-таки внешнего вида, у него тут везде тут пушки, тут еще с каждой стороны четыре таких сдвоенных турели. Вот тут республиканские символы в виде наклеек, и вот тут вот такой интересный дизайн идет, который одновременно является и ручкой для того, чтобы его так вот брать и переносить, это очень круто в дизайн вписано, и реально так и не скажешь, что это какая-то функция. Ну различная детализация тут идет, вот что касается функционала, понятно это открывается, и тут у нас кресло Palpatine, его офис такой, тут тоже наклейка, и тут имеется ящичек, в котором, давайте вам даже продемонстрирую, лежат чертежи звезды смерти. Не знаю, эксклюзивная эта деталька или нет, потому что похожая, по-моему, попадалась еще в наборе 2013 года с дуэлью на Geonosis, ну не важно, в принципе. Очень красивый стол тут, закрываем, ну в принципе там у нас еще кабина пилота, который пилотирует этот венатор, ну да, в лего-наборе это всего один. Клон его пилотирует, а не как это было там в Войне Клонов, но тем не менее, эти части у нас тоже открываются, и мы можем получить доступ к такой вот пушке, которая, во-первых, стреляет в Ликфайр Миссл, тут две ракетки, и сюда можно посадить клон, и он будет отстреливаться от всяких неприятелей. И эту пушку можно развернуть, чтобы она смотрела в другую сторону. Вот так что максимально вариативно. Вот и тут еще имеется функция с бомбардировкой специальной, давайте я вам даже покажу. Вот сюда мы загружаем ракетки, крутим за механизм, и происходит бомбардировка, они вот отсюда выпадают. Ну, думаю, вы знаете, кстати, такая функция есть еще и в республиканском фрегате, ну и в других еще некоторых наборах. Вот, мы закрываем, и идем к задней части, у нас тут двигатели, двигатели мощные все-таки, надо прыгать в гиперпространство. Вот открываем, открываем здесь, и у нас находится спасательная капсула тоже с двигателями. Вот, ну и сюда всего одна фигурка вмещается, но как бы лучше, чем ничего. Так же мы можем достать часть, которую вот это вот, сюда можно посадить пилота, и у нас тут наклейка с индикаторами различными, и тут ему достаточно удобно, я думаю, сидеть. Вот, ну и обратно мы его так вот просто записываем, то же самое делаем с капсулой, закрываем, и как бы вот такой вот винатор, как по мне, отличный набор. Кто бы там что ни говорил, и по функционалу, и по, ну, по функционалу, и по детализации, особенно на 2009 год. Идем далее, и у нас еще один крейсер республики, который выполнен в таком же масштабе, хотя, по сути, республиканский фрегат мог поместиться в винатор. Но, тем не менее, вот набор, как по мне, самый, ну, вообще он самый первый из всех этих у меня появился в коллекции. Вот, и что касается его внешнего вида, он тоже крутой, он еще появлялся в первом эпизоде. Вот, но он был не настолько военизированный, у него не было всех этих пушек. Вот, на нем еще к Вайгону с Убиваном летели, ну, думаю, вы помните. Вот, ну, давайте начнем спереда, у него тут специальный локатор, детализация. Это все открывается, и там сидит, ну, можно посадить клона пилота. Вот, две пушки, которые, кстати, могут выстреливать. Спасательная капсула, мы его так вот открываем. Можно одной рукой. И сюда можно, кстати, посадить целых пятерых фигурок. Но, бой, как раз-таки, пять фигурок и шло, так что они все могут эвакуироваться при надобности. Тут, как бы, двигатели, вот, и реально прикольная функция, потому что, ну, крейсер большой. Мало ли произойдет обстрел, нужно эвакуироваться, потому что, ну, вообще-то, по факту на республиканских фрегатах перевозили всяких высокопоставленных чуваков, и их жизнь стоит дорого. Да, их надо эвакуировать. Вот, я не знаю, смогу ли я одной рукой, в общем, не смогу я одной рукой, видимо, это все обратно поставить. В общем, тут на техник детальках, мы их вверх туда записываем, и потом с помощью других техник деталек прижимаем. Ну, или не прижимаем, в общем, ладно, идем далее. Тут специальные турели имеются, это все открывается, понятное дело. Тут у нас ящичек и специальная функция. Давайте я вам ее сразу покажу. Берем такую вот бомбу, ракету, вот, открываем этот отсек, заряжаем, вот, после чего можем отодвинуть вот этот вот рычажок, и у нас произойдет бомбардировка. Тут еще вот различные турели, тут ручка для переноски спряталась. Вот, с этой стороны, в принципе, то же самое. Открываем, там у нас показан сам фрегат, голограмма, палпатина, или не палпатина, вроде бы палпатина. Вот, и тут еще крепление для оружия. Закрываем, и тут у нас еще одна была сторона турель, и сюда можно посадить еще одного клона пилота, который будет управлять самой турелью. Ну, и двигатели, у него тут три таких огромных двигателя крутых, так что, да, он тоже может прыгать в гиперпространство, и там бороздить его простор. А также у него вот эти вот подножки, они могут опускаться и подниматься в зависимости от того, ну, представляете вы, что он летит или уже прилетел. Вот, давайте я еще раз попробую спасательную капсулу загрузить, потому что без нее он не особо устойчивый, и вот эти вот двигатели ее, ну, перевешивают весь корабль. Конечно, одной рукой это делать очень неудобно, вот, но все получилось. Так, вставим его обратно, и переходим к другой фракции, к сепаратистам, которые как раз-таки противостоят республике. Ну, и что же они могут противопоставить вот этим вот замечательным кораблям. Вот, на самом деле всего один корабль, вот, но зато какое это у нас злорадство, вышедшее в 2012 году. Вот, по детализации довольно-таки интересный корабль, тут различные углы такие. Вот, да, довольно-таки агрессивно выглядит. Вот, по функционалу у него тоже открывается эта большая часть, она просто так снимается. И у нас внутри, во-первых, какая-то контрольная панель, еще контрольные панели, кресло, куда можно кого-то посадить. И тут вообще достаточно много места, можно разыграть сценки. Вот, мы закрываем это все дело обратно, вот тут открываем, и у нас специальные пушечки, которые вот так вот поочередно выстреливают. Конечно, в вольне клонов это было не так, оно все одновременно выстреливало, но как бы что поделать. Вот, открываем здесь, и у нас тут специальные поезда. Ну, помните, вольне клонов такие были, на них еще Оби-Ван сражался с Энакином. Ой, извиняюсь, да, это уже третий эпизод начался, нет. Оби-Ван сражался с генералом Гривусом. Вот, и тут, в принципе, то же самое, такой же поезд небольшой. Вот, ну и тут капитанский мостик, но на нем ничего нету. Вот, из функционала двигателей, тут тоже очень много, но они не столь большие. Вот, ставим его обратно. Идем далее, давайте ускоряться, видео и так уже идет долго. Вот, и переходим к самому старому из всех наборов. Это звездный разрушитель 2006 года. Вот, по детализации, ну, это самая классическая, наверное, версия, появившаяся еще в 1977 году. Вот, тут тоже много всяких пушек, здесь, здесь они все крутятся, понятное дело. Вот, и тут даже вот такая вот функция. Заряжаем детальку от светового меча и вот так вот выстреливаем. Я не знаю, встречалась ли такая функция где-то еще, я лично не видел. Вот, сам мостик капитанский, мы его так вот открываем и сюда можно пилотов посадить. Все довольно-таки круто сделано. Вот, ну и понятно, это все раскрывается. У нас там сзади есть специальный рычаг, за который мы можем потянуть. Я это сейчас сделаю и снять вот эту вот большую надстройку. Вот так вот и получить доступ вовнутрь. Это все, понятное дело, тоже открывается. Вот так вот. И, собственно, вот что мы можем видеть. Там у нас закреплены бластеры запасные, имеется дроид-мышь. Также тут очень интересная функция. Во-первых, камера для медитации Дарта Вейдера, прямо как в пятом эпизоде. Вот, и сюда можно было закрепить его шлем. Вот, мы типа вот этой вот деталькой его брали и могли прямо-таки на Вейдера опустить. Это здорово. Также тут имеется голограмма Палпатина, такой вот деталька интересной. Еще один крутящийся элемент. И тут еще один функционал. Мы открываем вот эту часть и сбрасываем спасательную капсулу, которая у нас вот в это отверстие вот так вот выходит. Только я что-то сломал походу, но да ладно, это не так важно. Вот, сама капсула, она довольно-таки красивая. Тут наклейки, бластеры, двигатели. Вот, ну если ее открыть, то тут, не знаю, фигурки в три или четыре может даже поместиться, что здорово. Позже можно всех эвакуировать при надобности. Вот, все это, понятно, дело закрывается. И эту верхнюю часть тоже возвращаем на место. Вот, я не знаю, правда, как вовсе он так. Возвращаем на место и ставим все как было. И переходим к последнему ездолету. Это у нас Тантьев-4, относящийся, ну, наверное, моей наименее любимой фракции Альянсу Повстанцев. Вот, у него тоже довольно-таки интересный дизайн. Здесь две пушки. Вот тут даже уже более современные вот эти вот. Я не помню, как они называются. Вот эти вот феновые бластеры, которые никому не нравятся. Тут различная детализация. Пушки вообще использованы как детали от лыж. Ну, нет, лыж, а от палок лыжных. Вот, тут даже специальные как бы рельсы. Ну, не рельсы, я не знаю. Ну, думаю, вы понимаете, какая тут интересная детализация. Тут бинокли всякие и так далее. Вот, сразу скажу, он у меня немного так подразобран, потому что, ну, некоторые детали были нужны. Вот, особенно это касается двигателей. Но, тем не менее, открываем кабину. У нас тут можно посадить пилота. Тут управление. С этой стороны то же самое. Двое повстанцев его пилотируют. Вот, и хорошо с этим справляются. Тут пушка подвижная. Всяко по-всякому. Снизу еще одна пушка. Это все тоже подвижно. Открываем этот элемент. И у нас тут можно совещаться двум каким-то главам альянса. Тут еще какой-то галлопроектор, наверное. Сюда можно оружие закрепить. Ну, и довольно-таки просто все сделано, но, как бы, интересно. Вот, также тут имеется дополнительный отсек с зарядами. Вот такими вот, которые, ну, знаете, ракетки стреляют. Правда, я уже забыл, откуда они стреляют. По-моему, откуда-то из кабины. Вот, также тут имеется ручка, за которую мы можем переносить этот корабль. Но она, кстати, имеется у всех наборов, кроме звездного разрушителя. И две спасательные капсулы. Вот, да, их целых две. Это прикольно. Вот, вот так вот открывается. И сюда можно, ну, фигурки тоже две поместить, я думаю. Вот, что, опять-таки, здорово, потому что тут сразу две спасательные капсулы. Хотя в них вмещается не так много экипажа. Вот, закрываем. Вот, ну, и с этой стороны то же самое. Вот, ну, и двигатели. Двигателей тут тоже довольно-таки много. Сделано прикольно. Вот, особенно по части детализации. Ну, этот набор, хоть и не является UCS, но он очень на него похож. Вот, ставим его тоже обратно. Вот, и подводим некий итог. Вот, как по мне, самый лучший из всех этих наборов, ну, и основной, это Vinator. Ну, лично мне он нравится больше остальных. Вот, но самый простой, наверное, к заполучению, это вот этот вот Танкев-4, потому что он вышел, ну, раньше, чем, точнее, не раньше, а раньше к нашему времени, чем все остальные. То есть, его можно, я думаю, даже на прилавках магазинов найти, если очень постараться. Вот, все остальные нужно будет где-то на ebay, на бриклинке, не знаю, на авито покупать, заказывать и так далее. Вот, ну, Звездный Разрушитель, это как бы является тоже классикой, но его можно взять версию 2014 года, она будет, наверное, подешевле. Вот, что касается этих наборов, то у Vinator нету аналогов, и у Зворадства нету аналогов, причем вообще никаких кораблей-сепаратистов других не существует. Республиканский фрегат еще был версия 2007 года, но она тоже по первому эпизоду и не, ну, без всех этих пушек. Вот, так что, как по мне, ну, каждый набор заслуживает внимания. Вот, если вы собираете повстанцев, то, понятное дело, берите Танкев-4, вот, но лично я бы все-таки порекомендовал взять либо Звездный Разрушитель, но 2014 года все-таки это классика, либо Vinator, потому что он какой-то более красивый, все-таки Звездный Разрушитель, он просто такой серый, а тут у вас и бордовые цвета, и различные другие интересные. Вот, и вместе с Лисвездным Бульканским фрегатом он тоже выглядит очень здорово. В любом случае, решать вам. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, и пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok